Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Леонид Григорьевич Ивашов, доктор исторических наук, российский военный и общественный деятель, президент Академии геополитических проблем. Добрый день, Леонид Григорьевич! Здравствуйте! Благодарим вас за ваше время, Леонид Григорьевич! Если позволите, сразу перейдем к вопросам. У нас главное событие на этой неделе — это выборы. Нужно ли участвовать? Участвовать нужно, идти. И я призываю голосовать. Я не член КПРФ. Я много лет не ходил, вообще не голосовал. Но сегодня появилась возможность повернуть. Не КПРФ будет править и так далее. Но обуздать вот этих единороссов может только партия КПРФ. Если проголосовать за мелкие партии в знак протеста, все это, большая часть из этих, они не пройдут. Да, они не пройдут. Там, ну, Марс говорил, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, если ему светит там 300% прибыли, прибавочной стоимости, даже под угрозой там веселицы. Вот. Поэтому они пойдут на все. Но вот здесь, чтобы лишить конституционного большинства единую Россию, вот, и чтобы народ мог каким-то образом третью статью Конституции реализовать, влиять, нужно, чтобы КПРФ прошла. КПРФ наберет определенное количество голосов. Но все партии, которые не пройдут, и голоса тех, кто проголосовал, они отдают большую часть Единой России. Таково у нас законодательство. В чем опасность Единой России, Леонид Григорьевич? Можете чуть подробнее рассказать? Вы понимаете, вот, я буквально недавно, ну, моя, значит, вот идея, как геополитика, как исследователя, в том, что люди наделены, ну, во-первых, внедрены в вот эту гармоничнейшую природу, где все живет видами, там все взаимодействует, кто-то кого-то поедает, но в определенных масштабах для того, чтобы просто жить. Вот. А человек то же самое. Вот каждый культурно-цивилизационный тип или каждая цивилизация мировая, поскольку все в природе живет видами, то и человек живет там. И вот мировая цивилизация – это есть вот эти видовые структуры, так сказать. Да. Но если в природе и в растительном животном мире все регулируется биологическими программами, вот, и там те же ласточки, те же там рыбы, все животные, они живут только так, каким предназначено, то человеку точно такие же программы заложены, но дан разум, право выбора. Ты можешь делать так, а можешь вот так вот и так далее. Но во главе человечества стоит интеллект, а вот интеллект плюс совесть, высоко интеллект плюс совесть – это и есть уже разум. И мы частичка вот того высшего разума, вот, потому что и мысль наша, и чувства наши все и так далее – это энергетика. И человек – это энергетическая сущность, а не только вот кости и мясо, да кожа. Вот. И поэтому вот во главе, во главе любого народа, любого государства должны стоять, государство-нация, я подчеркиваю, самые умные люди этой страны. И не случайно даже ходят эти там легенды, то ли это исторически, что русские люди приглашали умнейших людей, когда своих не хватало, ну, в виде рюриков, ну, вот так история подаёт. Да. А сегодня во власти, вот, с разрушением Советского Союза, вот, кто туда пошёл во власть? Да кто? Ну, у Михаила Задорного была такая там реприза. Да, он говорит, что те, кто вот имел там наклонности стать инженером, пошли в инженеры, в конструкторы, там те, кто, значит, там писать, значит, пошли в журналисты и так далее. А те, у кого не было никаких данных, или они не хотели развивать, куда они? Они пошли, говорит, в политику. Да. Это Миша Задорного, Царство Небесное, ему говорил. Так вот, мы сегодня, вот, я посмотрю на Единую Россию. Ну, где-то я пару лет назад сказал, я даже во фракции Единой России даже трёх умных людей вижу там. Да, мне кто, кто и так далее. Вот, сегодня я этих трёх не вижу. Потому что, вот, богатейшая страна, ну, вот, если нас женщины слушают, вот, пусть задумается, вот, есть семья, вот, у тебя забиты холодильники, значит, там продукты, продукты, там, где-то, в подвале, всё есть, а семья голодает, нищенствует. Кто виноват? Наверное, тот, кто этим хозяйством руководит. А руководить, значит, не умел. Вот, поэтому вот так вот и с Единой Россией не лучшие люди идут, а идут люди самые алчные, вот, идут, чтобы попасть вот, ну, в эту, во фракцию, в депутаты ради личной ножи. Вот, назовите мне хоть кого-нибудь из этих, там, единороссов в нынешней франции, которые пришли что-то помочь. Это очень сложный вопрос, действительно. Вот, назовите мне. И вот, когда прожил хорошую такую вот я жизнь, значит, и набрался определенного опыта, там, плюс теоретических знаний, и когда смотришь, вот, и встречаешься с этими ребятами, ну, вице-премьерами мне доводило встречаться, ну, и с Путиным даже, там, и так далее. И первый вопрос, вот, когда, вот, рассказывает он, все говорят о своих успехах, там, вот, форум провели, там, я спрашиваю вопрос, скажите, вот, мне доводилось строить сарай на даче, там. И прежде, чем его построить, вот, я чертил его, чертил, советовался, значит, где какие-то двери, какой вид внешний и так далее. Я говорю, вот, хочу понять, что вы, вот, на этой территории строите, какую Россию, какое государство, какой, мы, вот, сарай, там, чтобы, там, хорошим, там, был, значит, дверь трижды, там, промерим, чтобы она смотрелась из дне, чтобы она была прочна. Что вы с народом хотите сделать? Очень правильный вопрос. И дальше, есть государства, ну, разные типы государств. Я вот буквально вчера студентам, моим гемошникам говорил об этом. Вот, племена объединяются где-то, что-то там, вожди договариваются и так далее, и формируют государство. Но это уже нация государства. Вот, народ объединяется и определяет, что вот такое государство мы будем иметь. Вот оно обязано делать то-то, то-то. Вот, кстати, у нас, когда вот там князей там приглашали и так далее, вот, особенно вот наши северо-западные вот эти области там приглашали. И князем становился там, значит, имея главную обязанность, вот твоя задача, значит, защищать, организовать оборону, создать дружину, защищать. А вторая функция была, вот, когда мы не договоримся там, ну, богатые люди и так далее, вы в роли Третьейского суда. Вот и все. Когда государство укрепляется, уже набирает силу, и оно начинает уже подчинять себе народ, но меняется тип государства. Это, ну, мы вот с начала Весфальской системы, 1648 год. Государство – нация. Государство определяет уже само, ну, с учетом мнения народа, что нужно народу и, значит, как это достигать, то есть советуется народ. Вот, а вот в капиталистических странах, где капитал начинает влиять, и Ельцин расстрелял Верховный Совет как народное представительство, именно для того, чтобы строить уже другой, перейти к формированию другого типа государства. Государство – корпорация. Вот, когда государство больше внимания уделяет становлению, развитию, обогащению именно корпораций. А вот с 2018 года, это мой научный вывод, вот, у нас, 2018 года, у нас, вот как раз Единая Россия там голосовала и так далее, вот, у нас строится корпорация государства, где государство уже подконтрольное, подчиненное вот этой транснациональной корпорации, этим олигархам, жуликам там, всем-всем-всем. Вот, и защищает все государственные институты, и судебная система там, и журналистика, за редким исключением там, и, естественно, законодательная наша, значит, и Дума, и Сенат, и Совет Федерации. Все обслуживают корпоративные интересы, включая армию, полицию, ну, вот, Росгвардию и так далее. И вот именно Единая Россия проводит вот эту политику, освобождая там миллиардеров там от налогов, какие-то послабления, а у народа сегодня уже картошку. Вот Николай Вондаренко слушал, оказывается, уже запрещено, там забор выше полутора метров, что ли. Да, картошку на семена нельзя оставлять, а идти покупать в какой-то корпорации, там все. Вот, так что народ здесь, обременение вот для нынешней власти, вот это вот нужно понимать. Обременение, как для любого, ну, частного там предпринимателя. Обременение, поэтому обнищание, продолжение пенсии и так далее. Им, владельцам России, вот, сегодня выгоднее гораздо нанять там каких-то приедут эти гастарбайтеры, которых в любой момент можно выигнать и который не будет тут готовить что-то за свою родную землю, она у него не здесь и так далее. А вот коренное население надо скорее, как можно быстрее, прибыльнее это будет. Вот, уничтожать, что мы сегодня и наблюдаем. И Единая Россия, вот, стоит по главе законодательного процесса вот этого уничтожения нас. И у меня вот, ну, знаете, вот вывод, я его вот говорил на круглых талантах, что, да, в таком состоянии страна долго жить не может. Или, или. Вот. И вот в течение 10 лет решится, я полагаю, вопрос. Вот, Россия разлетится и прекратит существование как государство. Вот, еще там на полсотни очень независимых государств. И заинтересованы в этом в распаде России прежде всего олигархат. Потому что для, они же уже вотчины себе набрали там, ну, вот так, дурникель, Газпром и так далее. Это транснациональные корпорации. Вот, транснациональные корпорации. Вот. И они уже поделили, ну, повоюют еще где-то там за это. Вот. И все ресурсы будут уже принадлежать не государственным там компаниям. Вот. А все будет в частной собственности находиться. Да. И они, а там, пожалуйста, Башкортостан там, очень независимый Татарстан там и так далее. Будет. Но с транснациональными мощными корпорациями, которые вот являются, ну, та же Роснефть, Газпром и так далее. Завтра переоформят и все. Вот. Никто воевать и судиться не будет. И ко всему этому подводит Единая Россия. Леонид Игоревич, спасибо большое. Будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok